О задержании Саитова глава МВД рассказал журналистам в Луганской области. Арсен Аваков в станице Луганска вместе с главой нацполиции открыли новый полицейский отдел. Обо всем подробнее. Светлана Шекера. Станица Луганская отсюда до линии разграничения 800 метров, а за рекой в 8 километрах уже оккупированный Луганск. Местные жители говорят нет ни единого дома, который не пострадал бы от обстрелов. Взрывы были слышны и сегодня утром. Сегодня в Ранце где-то, но мы не знаем, бывает так, что все на округе заминовано. Мы же в лес не можем сходить, до речки не можем сходить. И, возможно, это тварины, может быть, кто из людей. Подрываются, это мы слышим постоянно. Первым в 2014-м градами уничтожили здания тогдашней милиции. Сегодня в станице министр внутренних дел Украины и глава нацполиции. Представили нового начальника Луганской полиции. Ее возглавил Сергей Колесник. В правоохранительных органах он уже 17 лет прошел путь от оперу полномоченного до замначальника УБОП Кировоградской области. В 2015-м стал начальником криминальной полиции Донецкой области. Служил в горячих точках в зоне АТО. В станице Луганской силовики открыли новый отдел полиции. Передали три служебных автомобиля и рассказали, по каким новым критериям будут оценивать работу подопечных. Глава МВД сообщил, идет активное обсуждение плана деокупации Донбасса. Этот план деокупации Донбасса непростой, сложный, построенный на месяц, нет, на годы, да, шаг за шагом. И я очень рассчитываю, что этот план будет согласован и принят сначала в нашем обществе, затем в международном обществе. И с этим согласятся и агрессоры, и люди, которые сейчас находятся на оккупированной территории. На блокпосту, который расположен на трассе, ведущей к оккупированным территориям, сейчас дежурят бойцы Насгвардии. Здесь, на подступах к станице Луганска, в 2014-м велись массовые обстрелы. Теперь, в течение месяца, полиция совместно с местной администрацией планирует обустроить логистический центр. Сейчас по этой дороге проезжает до 10 тысяч человек в день. Логистический центр поможет разгрузить дорогу и ужесточить контроль тех, кто выезжает с оккупированных территорий. Чтобы нагрузку снять в самом пункте пропуска, чтобы доступ народа допустить именно к рынкам, к банкоматам и тому подобное. А здесь уже более, ну, привести в соответствующий порядок, вы видите, что выглядит реально, как Сталинград. Это его, как бы, второе имя, так скажем. Это один из элементов видимых, один из видимых элементов защиты мирного населения нашей страны, в том числе от поступления оружия в мирные районы. Следующие в очереди на усовершенствование в Луганской области Горский и Попаснянские райотделы. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Луганская область.